Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Лариса Леонидова. И сегодня у нас с вами ещё одна встреча в программе «Психолог и я». В одной из предыдущих передач мы говорили о тех родительских фразах, таких своеобразных родительских заклинаниях, которые могут навредить, наверное, в жизни ребёнку. Сегодня же мы, наоборот, поговорим о тех словах, о тех фразах, которые стоит говорить своим детям. С такими напутствиями они вырастают сильными, уверенными, творческими, умеющими справляться с трудностями и с оптимизмом, смотрящими на жизнь. Итак, первая фраза звучит так. «Я в тебя верю». Очень часто на встречах, на индивидуальных консультациях поднимается тема неуверенности в себе, сомнения в своих силах, сомнения в своих возможностях. И если с детства родители говорят «Я в тебя верю», это формирует хороший фундамент внутренних сил. Это помогает чувствовать себя умеющим, знающим, способным. И с таким фундаментом можно построить очень высокие башни в своей жизни. У этой фразы, правда, есть одно обязательное условие. Ее нельзя говорить формально. Вот когда ты говоришь «Я в тебя верю», очень важно именно это и чувствовать. Очень важно именно так и относиться к происходящей ситуации. Вторая фраза звучит так. «Никогда не сдавайся». Бывают множества ситуации, перед которыми нам хочется спасать. Нам с ними бывает трудно, не очень понятно, что с этим делать. И родители – это самые значимые люди в жизни ребенка. И если они убежденно говорят что-то своим детям, через какое-то время вот эта убежденность уже становится и собственным личным приобретением. Да, могут быть очень трудные ситуации, может быть совсем непонятно, что делать, как решать, как с этим разбираться. Но если родители говорят своему ребенку «Никогда не сдавайся», если говорить это таким веселым, ободряющим голосом, то это может стать очень хорошей поддержкой, это может стать очень хорошей помощью в различных непростых ситуациях. И при этом стоит также говорить своим детям, что бывают ситуации, когда сдаваться точно не стоит. Но может быть просто стоит поискать другое решение. Вот если соединять эти два подхода с одной стороны «Никогда не сдавайся», а с другой стороны «Попробуй еще по-другому», «Поищи какое-то другое разрешение происходящего», тогда это позволяет формировать вот такое хорошее отношение к жизненным трудностям. С одной стороны, я продолжаю оставаться достаточно упорным человеком, а с другой стороны, я развиваю из себя гибкое мышление, я не зацикливаюсь на одном варианте решения, а я могу поискать компромиссы, я могу поискать какие-то обходные пути. То есть я и уверенный, и настойчивый, и с другой стороны, открытый к новым информациям. Третья фраза звучит так. «Все мастера когда-то были учениками». Так случается, что мы в своей жизни очень не любим ошибаться. К ошибкам мы относимся крайне негативно. Мы переживаем по их поводу, мы стараемся их избегать. Если ошибки случились, то потом очень часто возникает чувство вины, чувство сожаления, упреков, угрызения в отношении себя. И вот эти переживания бывают настолько неприятны и настолько сильны, что иногда даже может закрасться такая мысль, лучше вообще ничего не делать. Лучше я не буду рисковать, не буду экспериментировать, лишь бы потом не переживать вот эти мучительные чувства. И когда родители говорят, каждый мастер когда-то был учеником, или в просторечии чаще эта фраза звучит так, на ошибках учимся, они дают понять, что ошибки – это обязательные условия опыта. Но невозможно чему-то научиться, стать мастером, что-то уметь делать, если не ошибаться. И вот здесь важнее не наказание за ошибку, а важнее хороший анализ, важнее хорошее понимание, что в следующий раз можно сделать по-другому. Как произошло, что ты ошибся, что ты можешь исправить. Вот с таким отношением к себе, к жизни, к событиям вырастают те люди, которых часто условно называют победителями. Они не боятся экспериментировать, они открыты к новой информации, они с интересом ищут другие решения. И снова скажу, очень важно в то, что ты говоришь, верить. Если говорить с внутренним каким-то разочарованием, с крушением, ну что же, все ошибаются, то, скорее всего, ребенок считает не вот этот эмоциональный послой, что это нормально, ты справишься, а какое-то сожаление от слов родителей. Поэтому очень важно снова скажу, когда в этих фразах вы действительно передаете силу и уверенность. Можно сказать своим детям, учись на каждом синяке, учись на каждой ссадине. И обязательно делай выводы из того, что произошло в твоей жизни. И еще одна совершенно замечательная фраза. Ты в безопасности, мы тебя любим. Вот что бы ни происходило во вне нашей жизни, какие бы там ни были бури, какие бы там шторма иногда нас не захватывали, очень важно знать, что рядом самые дорогие, самые любимые, самые понимающие люди. И когда ребенок вырастает вот с ощущением того, что он любим, что он в безопасности, что родители всегда придут ему на помощь, то такие люди становятся очень счастливыми. И говоря о фразе «ты в безопасности, мы тебя любим», очень важно дать понять ребенку, что любой из нас может ошибиться. Ну, так бывает, что можно даже совершить какой-то плохой поступок. Но ты остаешься дорогим, ценным и значимым человеком. Каждый из нас может сделать какую-то оплошность. Но очень важно понимать, что ты ценен, что ты любим, и что ты дорог и себе, и своим родным. И не единожды, разговаривая со взрослыми людьми на консультациях, видно, понятно, что большинство из нас вырастает вот тоже с таким эмоциональным дефицитом на такие слова в поддержке. И, наверное, если такие ободряющие слова мы будем говорить не только своим детям, мы будем говорить друг другу, наша жизнь точно станет чуточку лучше. А слова очень простые. Никогда не оставайся, у тебя все получится. И я в тебя верю. Уважаемые телезрители, свои вопросы вы можете присылать по адресу электронной почты, которую вы видите на своем экране. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин